Издательство Эксмо. Рене Ахдие. Пламя в тумане. На первый взгляд всё казалось правильным. Элегантный Паланкин, покорная дочь, оказанная честь. Затем, словно в насмешку над ней, Паланкин-моряко дёрнулся, из-за чего она ударилась плечом о стенку Наримону. Наримону — Паланкин, средство передвижения. Его выпуклые перламутровые вставки, несомненно, оставят синяк. Моряко глубоко вздохнуло, подавляя в себе желание начать ворчать в темноте, как злобная старуха. Запах лака Наримона наполнял ноздри, напоминая о леденцах борода дракона, которые она любила в детстве. Мрачный, притерно-сладкий гроб, несущий её к месту последнего упокоения. Моряко глубже зарылось в подушке. Ничто в путешествии в столицу империи Инако не шло гладко. Её конвой отбыл позже, чем намечалось, и они слишком часто останавливались. По крайней мере, сейчас, потому как Наримону накренился вперёд, Моряко могла заключить, что они двигались вниз по склону. Это означало, что они миновали холмы вокруг долины и преодолели уже половину пути до Инако. Она откинулась назад, надеясь, что её вес поможет сбалансировать паланкин. Как только она устроилась, Наримона внезапно остановился. Моряко приподняла шёлковую занавеску, закрывающую маленькое окно справа от неё. Сгущались сумерки. Лес перед процессией утопал в тумане. Деревья казались зазубренными силуэтами, вонзающимися в серебристое небо. Когда Моряко повернулось, чтобы обратиться к ближайшему солдату, в поле зрения появилась молодая служанка. «Моя госпожа!» — выдохнула девушка, прижимаясь к стенке Наримона. «Вы должно быть голодны! Это моя оплошность! Пожалуйста, простите меня за невнима! Здесь нечего прощать, Тио Чан!» Чан — уменьшительно ласкательный суффикс, выражение нежности и дружеских отношений. Моряко добродушно улыбнулось, но глаза служанки по-прежнему были полны беспокойства. «Это не я!» — остановила конвой. Тио низко поклонилась, цветы в ее импровизированной прическе съехали набок. Когда она снова выпрямилась, служанка протянула Моряко аккуратно завернутый сверток с едой. Затем Тио вернулась на свой пост рядом с полонкином, задержавшись лишь для того, чтобы вернуть Моряко теплую улыбку. «Почему мы остановились?» — спросила Моряко ближайшего Осигару. Солдат вытер пот со лба, затем переложил длинный шест Нагинаты в другую руку. Осигару — пеший воин, пехотинец. Нагината — клинковое оружие с длинной рукоятью. Отражение солнечного света блеснуло на его остром лезвии. «Лес!» — Моряко ждала, уверенная, что он добавит что-то еще. Над губами солдата выступили капли пота. Он открыл было рот, собираясь что-то добавить, но приближающийся стук копыт отвлек его. «Госпожа Хатори!» Набутада, один из приближенных ее отца и пользующийся его наибольшим доверием самурай, остановил своего скакуна рядом с Наримона Моряко. «Я прошу прощения за задержку, но несколько солдат выразили обеспокоенность по поводу путешествия через лес Дзюкай». Моряко дважды моргнуло. Ее лицо приняло задумчивое выражение. «На это есть какая-то особая причина?» «Солнце садится, и они боятся йокаев». «И волнуются, что...» «Это просто глупые истории о монстрах, прячущихся во тьме». Йокай — лесной демон. Она пренебрежительно махнула рукой. И ничего более. Набутада сделал паузу, несомненно принимая к сведению ее замечания. «Они также утверждают, что недавно поблизости видели черный клан». «Утверждают?» Моряко изогнуло темную бровь. «Или их в самом деле видели?» «Это только утверждение». Набутада опустил защиту для подбородка своего шлема с рогами. «Хотя, если бы черный клан решил нас ограбить, это было бы нечто из ряда вон выходящее. Они обычно не нападают на конвои с женщинами и детьми, особенно на те, что охраняют самураи». Моряко задумалась. «Поступим так, как вы считаете нужным, Набутада сама». Вспоминая солдата, с которым она говорила мгновение назад, Моряко попыталась улыбнуться. «И, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вскоре у Асигару было время передохнуть и напиться воды. Они выглядят очень утомленными». Набутада нахмурился в ответ на ее последнюю просьбу. «Если нам придется идти в обход леса Дзюкай, это добавит нам целый день пути». «Что ж, тогда это добавит нам день пути». Она уже собиралась опустить занавеску. Неловкая улыбка все еще не сходила с губ. «Я предпочел бы не рисковать и не гневать императора». «Тогда выбор прост. Мы должны повести за собой остальных, Набутада сама». «Вы научили меня этому, когда я еще была маленькой девочкой». Моряко не отводила взгляд, пока говорила, и не пыталась извиниться за резкость своих слов. Его хмурый взгляд стал еще темнее. Моряко подавило вздох. Она знала, что с ней тяжело. Знала, что Набутада хотел заставить ее принять решение. Или, по крайней мере, хотел, чтобы она высказала свое мнение. Чтобы они сыграли бесполезную игру за власть. Игру, в которой Набутада потом мог со всем самодовольством подавить ее как старший. Как мужчина. Как Моряко не старалась, она не могла справиться со скрытой жгучей обидой. «Власть — это иллюзия. Ожидания не будут управлять моей жизнью. Больше нет. Возможно, не так прост, — поправилась Моряко. Ее пальцы теребили край занавески. Но на самом деле он прост. Она смягчила тон. Жалкая попытка успокоить его, которая наверняка раздражает его, как часто бывало, из-за ее противоречивости. Ее брат Кэнсин часто ставил ей это в укор. Часто говорил ей пореже проявлять характер. Чтобы хоть немного соответствовать, по крайней мере, в подобных мелочах. Моряко склонило голову в поклоне. «В любом случае, полагаюсь на ваше мудрое решение, на Бутада Сама». Тень упала на его лицо. «Хорошо, госпожа Хатори. Мы пойдем через лес, Дзюкай». Произнеся эти слова, он погнал своего скакуна обратно к началу процессии. Чего и следовало ожидать. Моряко разозлило его. Она не высказывала своего истинного мнения ни по одному вопросу с тех пор, как этим утром они покинули дом ее семьи. Аннабутада хотел, чтобы она командовала им. Отдавала ему приказы, соответствующие возложенной на него почетной роли. Приказы, подходящие самураю, ответственному за сопровождение императорской невесты. Моряко полагало, что ей и вправду следовало бы побеспокоиться, что она может прибыть в замок Хэйян с опозданием. Что она опоздает на встречу с императором и на знакомство с его вторым сыном, ее будущим мужем. Но Моряко было все равно. С того самого дня, когда ее отец сообщил ей, что император Минамото Массару от имени своего второго сына Райдена отправил предложение о свадьбе, ее вообще мало что заботило. Моряко должна была стать женой принца Райдена, сына любимой супруги императора. Вступить в политический брак, который возвысит ее отца над остальной правящей элитой Даймё. Даймё — феодал, который обычно является вассалом Сёгуна, эквивалент английского графа. Ее должно было волновать, что ее обменивают как собственность, чтобы получить благосклонность. Но ее это не заботило. Больше нет. Когда Наримона снова дернулся вперед, моряко потянулось рукой вверх, чтобы поправить изящную черепаховую шпильку, скрепляющую ее густые локоны. Крошечные полоски серебра и нефрита свисали с ее конца, сплетаясь друг с другом в непрекращающейся битве. Когда моряко закончило распутывать их по одной, ее рука опустилась на нефритовый гребень меньшего размера под шпилькой. В памяти возникло лицо ее матери, выражение решительной покорности, которое было у нее, когда она вставляла нефритовое украшение в волосы своей единственной дочери. Прощальный подарок, но не настоящий источник утешения, как и последние слова ее отца. «Посвяти себя своей семье, моряко-тян. Для этого тебя и вырастили. Откажись от своих детских желаний, будь выше этого!» Моряко плотно сжало губы. «Это не имеет значения. Я уже отомстила». У моряко больше не было причин зацикливаться на этих вещах. Теперь ее жизнь пошла по четкому пути. Совершенно не важно, что она хотела не этого. Не важно, что осталось еще столь многое увидеть, узнать и сделать. ее растили с определенной целью. Самое нелепое в этом было то, что эта цель сделать ее женой важного человека, тогда как она с легкостью могла бы стать кем-то другим, чем-то большим. Но это не имело значения. Ведь она не мальчик. И несмотря на то, что ей едва исполнилось 17 лет, Хатори Моряко знала свое место в жизни. Она выйдет замуж за миномоту Райдена. Ее родители получат статус тех, чья дочь живет в замке Хэйян. И Моряко будет единственной, кто будет знать о пятне на этой чести. Когда сгустились сумерки и процессия углубилась в лес, запах теплого влажного воздуха обрел свою жизнь. Он смешивался с железным ароматом земли и зелени только что вытоптанных листьев. Странный. Пьянящий аромат. Яркий и свежий, но в то же время мягкий и зловещий. Моряко вздрогнуло. По костям пробежал холодок. Лошади вокруг Наримона заржали, словно отзываясь на какую-то незримую угрозу. В попытке отвлечься Моряко потянулось к небольшому свертку еды, который ей дала тие. И, борясь с мурашками, зарылась в подушке. Возможно, нам следовало обойти лес дзюкай стороной. Она быстро отбросила эти сомнения и переместила внимание на сверток в своих руках. Внутри было два рисовых шарика, покрытых семенами черного кунжута, а также маринованные кислые сливы, завернутые в листья лотоса. Развернув еду, Моряко подняла пальцы, чтобы зажечь крошечный бумажный фонарик, покачивающийся наверху. Это было одно из ее первых изобретений. Достаточно маленький, чтобы его можно было спрятать в рукаве кимоно. Специальный, медленно горящий фитиль, растянутый на тончайшей проволоке. Фитиль был сделан из хлопка, оплетенный речным тростником, затвердевшим в воске. Он сохранял свою форму, несмотря на размер, и горел постоянным ровным светом до самого конца. Моряко придумало его еще в детстве. В густой ночной темноте это крошечное изобретение было ее спасение. Она клала его рядом со своими одеялами, где он излучал теплый, радостный свет, в котором она записывала свои новые идеи. Улыбнувшись воспоминаниям, Моряко принялась есть. Несколько черных семян кунжута, упали на расписной шелк ее кимоно. Она смахнула их. Ткань ощущалась, как вода на кончиках пальцев. Она была цвета подслащенных сливок, кромка переходила в темный индиго. Бледно-розовые цветы сакуры усеивали длинные рукава и распускались ветвями у ног моряко. Бесценное кимоно, изготовленное из редкого шелка тацумура. Тацумура редкий вид шелка, из которого изготавливают бесценные кимоно. Это был один из подарков, присланных ей сыном императора. Кимоно было прекрасно. Прекраснее всего, что когда-либо было у моряко в жизни. Возможно, девушке, которая ценит подобные вещи, было бы приятно. Когда на шелк упало еще несколько семян кунжута, моряко даже не стало их смахивать. Она закончила есть в тишине, наблюдая, как крошечный фонарик, качается из стороны в сторону. Густые тени собирались снаружи, становясь все ближе и плотнее. Конвой моряко уже глубоко зашел под кроны деревьев, углубился под их плащ из вздыхающих ветвей и шепчущих листьев. Странно, что она не слышала снаружи никаких признаков жизни. Ни карканье ворона, ни крика совы, ни стрекотания насекомых. Затем Наримона снова остановился, на этот раз слишком резко. Лошади тяжело задышали, затопали копытами по земле, усыпанной листьями. моряко услышала крик. Ее полонкин закачался, накренился, а затем со страшным стуком рухнул на землю. Она ударилась головой о лакированное дерево, и перед ее глазами засверкали звезды. И моряко поглотила тьма.